Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы разберем с вами такую тему, как сифилис без симптомов. Действительно, в последнее время наблюдается очень большое количество случаев сифилиса без симптомов. Когда пациенты приходят к нам после сдачи каких-то анализов с положительными анализами и осматривая себя, ища у себя симптомы, не находят ничего. Очень этому удивляются, потому что в интернете написано очень много и расписано все симптомы, признаки достаточно подробно и много снято видео в том числе, но на сегодняшний день наблюдается так называемая эволюция сифилиса, то есть когда количество бессимптомных случаев никогда ранее за всю жизнь пациента не лечено классическими методами достигает примерно 70-80%. Почему это происходит? Здесь, конечно, много вопросов. Возможно, потому что в наши продукты питания добавляются различные антибиотики, это скрывает в течение сифилиса, то же самое можно говорить и про зубные пасты. Возможно, потому что ряду пациентов проведена антибиотикотерапия, которая хотя бы и не была противосифилитической, но была направлена на какие-то другие инфекции, но параллельно заглушивая течение сифилиса. Ну и третий вариант, наверное, более редкий, это когда пациент попадает к нам между периодами. Например, когда был, например, сифилис первичный обезглавленный и пациент его просто не заметил или его просто не было, а вторичный период еще не наступил. Или, например, между вторичным и третичным периодом. В таком случае это наиболее редкий случай, конечно, но симптомов может на данный момент просто не быть. В таком случае что делает врач-венеролог сифилидологом? Что должен делать вообще? Проводится максимально широкий анализ на сифилис с обязательным проведением таких классических экспертных реакций РИФ, РИПТ, РРП, суммарных антител и т.д. Соответственно смотрится, действительно ли сифилис есть. Считается, что при проведении, если реакции не менее двух реакций имеется положительных, то можно смело устанавливать диагноз сифилис без симптомов или скрытый сифилис. Очень часто пациенты не могут сказать, когда они данным заболеванием заразились. Часто ко мне приходят пациенты, которые, ну, скорее всего, заразились этим заболеванием очень давно, ибо у них не было до десятков лет каких-то половых контактов. В таком случае устанавливается диагноз сифилис скрытый неуточненный. Это является большой проблемой, особенно при проведении медкомиссии для работников питания, для работников водоснабжения, для учителей. Сифилис скрытый, потому что сейчас часто проводят те реакции, которые всю жизнь, в общем-то, при сифилисе могут быть положительные, например, суммарные тела, и они показывают положительные анализы. В этом случае как раз необходима консультация сифилидолога-венеролога, который по комплексу анализов определяет фактически наличие и отсутствие заболевания. Ну, и очень важно, конечно, упомянуть, это ложноположительные реакции, которые бывают часто при разных аутоиммунных и аллергических заболеваниях, но они исключаются именно чаще всего при проведении комплекса анализов. Обычно анализ РИПТ у таких пациентов в 30 дней, некоторые другие анализы, которые при классическом сифилисе без симптомов должны быть положительные. Опять же, это должен решить только врач-клинированный сифилис. При сложных случаях и подозрениях на сифилис, для диагностики данного заболевания обращайтесь в наш медицинский центр платный КВД в Москве. У нас проводятся все анализы на данные заболевания и грамотно устанавливается диагноз. Ждем Вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.